Здравствуйте, это Дэр Юол. Я очень рад, что вы присоединились ко мне для этой видеосерии по орнаментике. Некоторые из моих любимых произведений относятся к периоду барокко, а именно к XVII и XVIII веку. Что мне больше всего нравится в этой музыке, это не только то, что у нас много концертов для фагота и несколько сонат и, безусловно, есть прямо шедевры. Но что мне больше всего нравится в этой музыке, это то, что она дает мне возможность выразиться не только как исполнитель, но и как композитор. В музыке барокко границы между исполнителем и композитором стираются так же, как стираются границы для современных джазовых исполнителей. Они оба являются исполнителями на своих инструментах, а также создателями музыки, которую они исполняют. Музыка барокко дает вам такую же возможность – исполнять и сочинять. Итак, начнем наше введение. Орнаментика – это добавление нот в музыке барокко. У итальянцев для этого был другой термин – уменьшение. Уменьшение значит играть более быстрые ноты вместо более длинных нот. Свободная орнаментика – это термин, который мне очень нравится, потому что он дает коннотацию, идею, что орнамент выходит за рамки простого добавления трели и мардента иногда. Но украшение действительно меняет музыку. И мы сейчас увидим несколько примеров. Один из выдающихся учебников по орнаментике под названием «По игре на флейте» написан Йоханом Йокином Куанцем. Это исторический текст, который Куанц написал о музыке и об исполнении того времени. Здесь мы видим пример, где он дает три ноты – до, ре, ми. Он дает аккорд или ноты, которые будут появляться в аккомпанементе. А затем он показывает все виды украшений, которые тут можно применить. Обратите внимание, что это не просто повторение трех нот, изменяя одну на другую. В некоторых случаях результат действительно очень разнообразный. В некоторых местах вы можете увидеть контур этих трех нот, но в других местах он немного более свободен. Как видите, мы добавляем много других нот. Так что разнообразие украшений действительно бесконечно. Я ранее упоминал, что музыкант в стиле барокко был чем-то похож на современного исполнителя джаза. Современный джазовый исполнитель может играть гаммы, секвенции и определенные паттерны. Точно так же музыкант из эпохи барокко, из времен кванца, играл гаммы и секвенции. Вот они работают над этими тремя интервалами. Его книга содержит ряд рисунков, для которых он дает такого рода импровизированные вариации на разных интервалах. Так почему же мы украшаем музыку барокко? Что ж, это традиция музыки барокко. И если вы хотите играть музыку в стиле барокко, чтобы она была близка к традиции, вам нужно будет использовать орнаментику. Во многих местах в музыке барокко также совершенно необходимо украшать. Позвольте привести пример. Вот пример из концерта Вивальди Ла Нотте. И это, я думаю, можно сказать, часть адажио. А адажио состоит только из трех нот в партии фагота. Эти ноты представляют то, что дано в струнных и в партии клавесина. Я думаю, здесь следует добавить бемоль. По крайней мере, я его добавляю. Но вы видите, что это очень скучно, если бы все, что вы делали, это было играть один аккорд, другой аккорд и еще один аккорд. Однако, вместо этого, я вижу здесь возможность сделать каденцию на каждом аккорде. Я ее здесь записал, и вы можете ее вкратце увидеть. В одном из будущих видео вы ее услышите. Кроме того, орнаменты в музыке барокко усиливают музыку и дают исполнителю дополнительную выразительность. Мне это нравится, потому что я могу индивидуализировать свое выступление. Вот пример украшения предоставлено Бесоцци. Вот его оригинальная мелодия, а дальше орнаментированная мелодия. Обратите внимание, насколько мелодия более яркая. Он добавляет здесь морденто, он добавляет здесь гамму. И это действительно меняет ноты во многих отношениях. Итак, вы видите, что орнаментика довольно свободна, особенно в более медленных частях. Орнаментика, конечно, меняется в зависимости от композитора. В разных сторонах были разные стили орнаментики. И, естественно, со временем украшения тоже менялись. У композиторов были разные орнаменты, которые им нравились. Таким образом, мы не можем говорить об общих правилах для орнаментики, где каждый орнамент применяется к Вивальди, к Ванцу или к другим разным композиторам. Орнаменты могут быть разными. Фридрих Нюман в своей книге «Орнаментика в музыке барокко» и «Пост барокко» хорошо показывает разницу между итальянским, французским и немецким стилем. А также уделяет особое внимание Йоганну Себастьяну Баху. Итак, какие самые распространенные украшения? Аподжатуры – это, безусловно, самый распространенный тип украшений, которые вы найдете в музыке. Вы найдете трели, повороты, морденты, быстрые пассажи. Все это вам необходимо знать, чтобы играть музыку в стиле барокко. Но создание украшений может потребовать обучения на всю жизнь. Я понимаю, что вы хотите начинать применять их прямо сейчас. Поэтому я даю вам несколько советов здесь, в следующих видео, о том, как вы можете это сделать. Но вам нужно изучить первоисточники, имея в виду книги, а также музыкальные произведения того времени. Вторичные документы – это те, которые были написаны позже людьми, которые изучили первоисточники. Обязательно послушайте выдающиеся выступления. Я хочу оставить вам один отличный текст. Я настоятельно рекомендую вам его. Путеводитель по музыке барокко Роберта Донингтона. Если бы вы могли достать только одну книгу по орнаментике в стиле барокко, я бы предложил эту. Она представляет собой комплексный, но понятный подход к орнаментике. Это будет для вас отличным введением. Для дополнительной информации посетите веб-сайт на экране. Будьте здоровы! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok